Во многофункциональных центрах теперь можно получить бумажный сертификат с QR-кодом о вакцинации. Также подобный документ начали выдавать переболевшим коронавирусом и тем, у кого есть медотвод от прививки. Как получить документ, расскажем в нашем следующем материале. Бумажные QR-коды решили ввести для тех, кто не зарегистрирован на портале госуслуг или по каким-то причинам не пользуется интернетом. Для многих такой вариант оказался просто удобнее. С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС и, возможно, если есть в наличии, то полис обязательного медицинского страхования, для того, чтобы найти этот сертификат по базам данным. Чтобы получить сертификат, заранее записываться не требуется. Услуга предоставляется в день обращения. Бумажный сертификат выглядит просто. Лист А4, на котором указаны персональные данные, фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, а также наносится сам QR-код. При этом в нем нет никаких медицинских данных владельца. По сути, это такой же сертификат, что и в личном кабинете на портале государственных услуг. Мы рекомендуем все-таки в первую очередь тем, у кого есть личный кабинет, получать данную услугу самостоятельно, не выходя из дома. Но если есть время подождать, первое время, пока данная услуга очень востребована, все-таки несколько дней подождать и получить данную услугу позднее. Напомним, что правительство России 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, согласно которым на время эпидемии серьезно поменяются правила повседневной жизни. Для прохода и нахождения в общественных местах, а также отправляясь в путешествие на поезде или самолете, нужно будет обязательно предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. При этом до 1 февраля 2022 года объявлен переходный период. Наряду с QR-кодом можно будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. После 1 февраля и до 1 июня 2022 года только QR-код, который содержит зашифрованную информацию о его владельце, если человек был привит, либо переболел COVID-19, либо имеет медотвод от вакцинации.